Добрый день, дорогие зрители, подписчики, просто любители пообщаться. Обязательно к усвоению материал по поводу того умения, которое нужно мужчинам, да и женщинам, в принципе. Но, мне кажется, все-таки на моем канале преимущественно мужчины, хотя и женщины тоже есть на моем канале. О чем речь идет? Я для себя понял такую вещь, интересную, забавную, что вот казалось бы, вот эта тема, допустим, отношений, секса, секса у девушек, секса у мужчин, то есть там, это очень важна для нас тема, вот. Короче говоря, построение отношений с девушкой, с женщиной, вот, это проблематично у нас, в нашей необъятной, нашей веселой, так сказать, замечательной, ну, получается, у нас это очень трудно, потому что у множества девушек есть какие-то неврозы, неверные убеждения о том, что хорошо, что плохо, какие отношения хорошие, какие отношения плохие, вот, и в том числе по поводу, естественно, по поводу секса проблемы у них. Потому что у многих девушек есть неверные убеждения, то есть это, ну, самое банальное, самое простецкое, когда, ой, после трех встреч, там, типа, после первой встречи, даже, типа, вот, если произойдет секс, это вообще, это ужас, это пиздец, это, бля, этого, надо убежать, ну, это просто ужас, ну, вот, это, вы, 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 представляете, какой пиздец? То есть, это, ну, ну, то есть, когда, ну, я не знаю, но у меня какое-то это вызывало в начале недоумение, потому что я такой, ну, что такого, блядь, что, что, что плохого в том, что, типа, произошел секс, там, на первой встрече, там, на третьей встрече, там, ну, даже через неделю, то есть, а у некоторых это, блядь, то есть, парень с девушкой общаются, общаются, общаются полгода, год, а у них все до этого дела не доходит и интересно что это убеждение неверное то есть ну понятное дело что нормальная девушка говорит типа вот я встречал таких нормальных девушек которые говорят что ну как бы а для чего подруга то есть она говорит ну девушка с которой общался очень близко она говорит типа блять я не могу понять этих девушек своих подруг т.п. она так их называет тупых пёст потому что для чего она вот держит напряжение парня типа в чем проблема то есть если парень тебе нравится если ты симпатичен и ты ему симпатична почему проблема заняться с ним любовью то есть она этого даже не понимает ну у многих девушек там у которых проблемы в этой сфере они могут сказать свои убеждения которые встроили родители общество подруги либо друзья еще кто-то и получается такая забавная вещь чтобы потрахаться парню с девушкой нужно потрахаться с ее мозгами то есть это чтобы поебаться нужно поебаться то есть по сути дела тебе нужно разрушить все убеждения неверные у человека в голове то есть тебе нужно обладать базовыми знаниями нлп то есть нейролингвистического программирования мне нравится еще когда я открываю википедию что там написано это псевдонаука это типа псевдо какой-то веяние психологическое псевдо что-то там ля-ля-ля типа ну то есть как раз такой википедии ребята в википедии что это какая-то хуйня то есть однако когда мы спрашиваем у девушек а в результате чего каких в результате чего появились такие убеждения выясняется это общество реклама инстаграм пропаганда чего-то там родители вбили такие убеждения типа подруги либо бабушки либо еще кто-то вот либо реальные пацаны которые тоже типа ну как и живут по своим понятиям вот и получается веселая такая ситуация что типа это это нейролингвистическое программирование это не это хуйня полная но при этом когда мы говорим про родителей типа это не хуйня вот то есть типа хотя у родителей тоже будет совершать какие-то ошибки которые впоследствии дети исправляют у психологов психотерапевтов вот которые работают собственно говоря по этой методике то есть нормальная адекватная вот ну плюс еще другим методами вот вычищает это дерьмо и получается интересная такая вот ситуация ну да действительно она интересна что получается парню нужно чтобы поебаться чтобы поебаться ему нужно поебаться понимаете чтобы разъебать эти убеждения у девушки которые ему нравятся я хочу так сказать что есть и девушки парадоксально удивительно в нашей необъятной стране есть девушки у которых нету негативных неверных убеждений то есть вот я и ребята это шок нонсенс вот надо газетах об этом печатать да есть такие то есть это большой плюс большая радость то есть согласитесь вот когда ты встречаешь ну такую особу тебе как-то приятнее что-либо находиться то есть ну почему что типа ну вот согласитесь ребята давайте так вот парень встречается с девушкой на свидании тыры-пыры обсуждает что-то понимает что она ему симпатично и вдруг она говорит типа поехали ко мне типа ну типа и парень такой бля что бля пиздец типа это это что такое это блядь манна небесная спустилась на меня счастье какое-то блядь сказки родился что-либо да такое бывает вот и вот ну парню такая девушка понравится ну все произойдет все хорошо вот а теперь сравним другую девушку которая на свидании типа вот парень уже все к ней липнет то есть там по и есть симпатия взаимная только он там говорит там заветные слова ну чё пойдем там поиграя в шахматы у меня она такая блядь нет стой подожди типа время должно пройти время типа ну ты такой окей парень говорит окей проходит время неделя месяц два месяца а за ними полгода а этого сегодня все все еще нет то есть и как бы вот парни мужчины и девушки тоже себе подумайте как какая девушка приятнее будет для отношений для построения отношений вот первый вариант когда там все произошло все хорошо все позитивно на следующее утро там парень с девушкой гуляет вместе проводит время либо второй вариант где парню придется ебаться чтобы разрушать эти убеждения поэтому анализируйте думайте девушки думайте парни всем удачи интересный такой вот подкаст всем удачи до скорых встреч пока подписывайтесь оператором и и и Продолжение следует...